Житель областного центра, расклеивающий информационные листовки нерекламного характера на стенах подъездов многоквартирных жилых домов в Бресте, был задержан еще в сентябре. Так как в соответствии с правилами благоустройства и содержания населенных пунктов, размещение объявлений, плакатов, листовок и других информационных материалов нерекламного характера осуществляется в специально предназначенных местах, определенных местными исполнительными и распорядительными органами, его действия были квалифицированы как нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов. По указанному факту он был привлечен к административной ответственности. В ходе дальнейшей проверки и проведения лингвистической экспертизы текста размещенных листовок было установлено, что в нем содержится негативная оценка сотрудника органов внутренних дел, выраженная в оскорбительной и неприличной форме. А так как способ распространения такой информации был рассчитан на ознакомление широкого неопределенного круга лиц, то данные действия были квалифицированы по статье 369 Уголовного кодекса Республики Беларусь как публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 2,5 года. Также вынесен приговор еще одному жителю Бреста за осквернение здания циничными надписями. В ходе судебного следствия установлено, что в феврале 2021 года житель города Бреста нанес на стену одного из домов по улице Вишневой надпись, который выразил несогласие с результатами выборов президента Республики Беларусь, а также действиями правоохранительных органов, пресекавших массовые беспорядки. Чем совершил порчу принадлежащего ЖС номер 6 города Бреста имущества? Действие обвиняемого квалифицированного по статье 341 Уголовного кодекса Республики Беларусь как порча имущества в иных общественных местах. Суд Московского района города Бреста согласился с предложенной стороной обвинения меры ответственности и назначил наказание в виде ареста сроком на один месяц. Законную силу приговор не вступил и может быть обжалован.